ребят всем привет мы с украины у нас сегодня хороший день солнечный день уже можно даже снимать кофту они койдет в куртке одела уже свои новые кроссовки штанишки и короче и такая вот она вся модно а я такая сне как как-то в песне такая вся в дольче габан на сердце рано конечно так смотрите просто вот просто заходи в этом ты купишь себе лак потому что у нее челка короче ребят что-то щелка заходи заходи пошли ты как раз возьмешь себе сюда лаки здесь наверно или здесь я даже не знаю ну не бери дорогой возьми такой какой-то красоте лак для волос мусс для волос спасибо то выбери себе будешь 90 гривен потрачено поможет то я думаю поможет я думаю должно помочь думаю за возьми какой-то какой ты думаешь пример ну царик ты хорошо новенькие кроссики штанишки такая вся и в моей футболочки а что это чай футболка моя футболка ну зачем ты эти пузыри взяла дуть буду а смысл пузыри дуть дома херово знает ты спроси лучше спроси тебе подскажут покажи какой лак купили ребят в общем посоветовали velaflex по моему в общем вот такой вот довольно пипец я думала они плохие они не будут а они будут ну ладно что еще этой даты не надо ну ребенок ребята это как мой ребенок видите как она довольна вообще я сказал я сказал я сказал я сделаю это сам к чему то что я сделаю это сам отойди отойди правостороннее движение машины ездят строго вон право проедет он не видит беременна ты или не беременна все привел нику в парк не к теперь увидит наш милянский аккуратно боже мой еще не хватало чтобы ты сейчас гляна навернулась положение ну парень его как прыгает как воробушек вон классный столик даже так да то ты шо можно и так посмотрим на твое поведение смотри как здесь прикольно а нравится если три болото какое у нас то видишь пошли иди подойди блин это не дорожка этого в ручею видишь иди сюда посмотришь миш грязный ручеек вот он идет туда вот кто бал в болото хочешь на болото посмотреть лёлик хочет на болото посмотреть пошли туда к столику пошли на море посмотреть лёлик хочет вот сюда блин а к столику смотри как лёлик хорошо пришли отдыхают кушают пьют в особенности конечно пьют смотри вон вообще парочка сидит запряталась видишь видишь как классно и снимают себе что-то втихаря мы сюда идем да кстати те которые мы смотрели смотри какая мы фиолетовые не покупали мы покупали темные какие-то сейчас пойдем на мостик вот здесь классно было мороженое сока взять купить да я могу поехать купить это же не говорит что вообще а вон смотри вон еще один есть мост в той стороне вон там там тоже есть мост самая серьезная змея сейчас это ты все змеи будут от тебя шарахаться ну потому что ты добрая змея они злые понимаешь ну видишь потому что никто не чистит ну блин война на улице блин не к скажи спасибо что ты еще аккуратно боже мой скользкие давай чего бояться давай пошли ухты ё-моё у меня тоже скользко смотри чтобы не полетела камера телефона ничего не полетит видишь это все пишет это же замок любви сам замки видишь фигарят и выкидывает ключи смотри сколько здесь нет смотри на задней стороне сколько замка может быть американец из бог вот смотри видишь еще один мостик здесь нормально нормально видишь еще есть такой мост вон там смотри ник видишь там еще мост и дальше мало его а сейчас я покажу черепаху будет интересно это же маленькая черепашка получается ну больше не приближе все там в общем сидит я думаю вы увидите вот 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 тут вот а тут все постоянно поняла ходят на природу здесь вас постоянно все на природу на природу на эту сторону но здесь все на шашеллах он сидят все празднуют шашлыки делают вот блин ребят война на улице война тут блин и мясо водка типа запачкала ну кстати вот эта штучка поняла короче а как называется вот эта штука у вас как как вот это да это не надо я говорю можешь кушать не да 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 я знаешь она кстати на вкус она кстати вкусная фишка класс это тут растет до нравится но ничего себе так что можешь попробовать если хочешь она сейчас я возьму отдадите мне одну штучку я попробую не там нет ну я просто никогда еще не одну одну и будет когда мне вот это я просто попробую спасибо вам очень класс сейчас попробую не знаю вроде вкусно ну такое где нельзя никогда не знал что можно такое есть керой но ребят что это такое никто не знает не знаю на траву да ребят у меня короче камера в приступах конвульсии сейчас смотрите включаю не нормально все равно они решу с ней короче не как сейчас еще сейчас включу ну включайся короче что-то с ним начало происходить эти серьезного это не прикольно сколько она стоит блин почти 20000 будешь снимать на калькулятор не сотри уже нормально а что ж такое было а ну сейчас посмотрим вот так я ее носил сейчас может и телепал на и я сейчас проверим все нормально знаешь что самое главное видишь вон тебе покажи купол видишь где крест и круг это я когда-то рассказывал короче подписчикам это я делал кричит отвечаю я делал кого именно крест в том короче круг такой а это все шпаклевал вы шпаклевал вы штукатуривал вы шпаклевал это лично я делал написал и не меняли после отвечу нет вот будто вся моя работа там делал этот купол делал короче вот так ты оказывается на все руки мастер я бы строй когда раньше был маленьким строительным ну типа везде подрабатывал помогал короче ну и сам я закончил же училище каменщик приточников лицов когда-то после школы понял сначала пармен официанта закончил а потом закончил каменщика плиточника и вот у меня получилось видишь я красиво сделал конечно не прям один ну с помощью еще одному там права бабы мужичок был в общем но я это сделал он сейчас попробуем включить брон выключить ребята при приступы конвульсии ё-моё смотри что это такое смотри все помогать и сдох я хренею это все мне навернулась поломалась камера скорее всего извините у тебя какая-то черная полоса в жизни что это такое вообще она ну пожалуйста видишь она через раз работает ну вообще может уже она начинает умирать никто не узнает мы не скажем instagram камере моей вот этой вот капец ребят чувствую так что под не надо зачем ты это делаешь нет зачем это отвлекают других зачем ну зачем нельзя этого делать в правилах дорожного движения написано просто так не надо этого делать зачем ты пойми ну вообще зачем чему ты это хочешь сделать но это нельзя вообще делать это беременная прихоть а понял окей она поехали хорошо что я имел не имени прошу тебя повезти меня в подвал чтобы я его понюхала хорошо что ты не морг самоглавное что ты не орк и не живешь в оркестане все поехали а все остальное можно пережить главное не быть орком ты купишь мороженое и мы приедем сюда и сядем за столик и посидим ступа и сделаем романтику я поехали домой все эти поля я расстроился всем пока ребят снова пришли с никой в этот в парк но никак нигде не можем присуетиться потому что уже все столики заняты хотели везде посидеть да поразговаривать коменты какие-то почитать но к сожалению этого сделать невозможно и будем стоять есть вот это в барон она офигенная сейчас приедем домой и будем пробовать лаком мастерить манчелсу кстати да это точно лак тебе всегда поможет она не поможет все равно будет торчать и я уже не поможет ура камера было не настроение ура 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 есть место на которое мы хотели присесть тут еще удочки можно закинуть почему блин нам надо было какой-то пакет за да пипец вот здесь классно не к скажи на ножку они в принципе тут я тебе скажу что здесь чисто подожди нет и не запачкаешь здесь что я запачкаю точно думаю а если тебе эту бумажку да а ну как это ну тогда садим не на ножку не садись у моя кукурузка классно здесь хорошо на улице как-то и место по-другому как-то аппетит клещей нету интересно не дай бог сейчас хватануть клеща ты вообще беременная тебе вообще нельзя это придем домой и знаю написали парень я поняла ты подкаблучник она верит она вертит тобой как хочет чтобы показать лере показать леры что она главное в твоей жизни но по всему этого не стоит бред такой блин парень я поняла ты подкаблучник ни хера себе я подкаблучник вы очень сильно плохо знаете женю потому что они никогда не будет плясать под женскую дудку и никогда не будет делать так как женщина хочет и когда он бы себя такую женщину слышали да евгений здравствуйте я хотела бы спросить про тест днк сначала вы говорите что без проблем сделаете и ника на это хорошо отреагировала но сейчас видимо и вы и она про это забыли или это очередной хайп просто очень хочется чтобы вы сделали тест и вам и подписчикам будет спокойней жесть не ребят не вообще бледно если его делать сейчас у нас лишних тридцати тысяч гривен нету 30 тысяч гривен надо платить зачем это четыре тысячи гривен или сколько там 5 да сколько стоится денег когда ребенок не родился с двоей сделали ну стоило 29 что-то с копейками или 29 а когда родился сколько а когда родился то то что-то четыре тысячи или три тысячи поняла что-то такое то наверное люди проще заплатить четыре тысячи чем 30 правильно у нас сейчас лишних денег нету слушай что мне пишут с россии пишут вот ребята чтобы вы понимали здравствуйте евгений обращаюсь к вам за помощью у нашего друга случилась беда заболела собака ей требуется дорогостоящая операция 65 тысяч рублей заболела собака слушает пишут с россии до с друзьями мы смогли собрать уже 25 тысяч и начали лечение но все-таки есть еще весомая сумма который сами не потянем мы обращаемся ко всем кто может придать этому огласки деньги от вас нам не нужны прошу если есть возможность выложить это в истории вы сможете помочь этой крошке прошу вас евгений очень нужна огласка мы готовы предоставлю все чеки по операциям девочка моя хорошая в нашей стране гибнут дети изнасилованные девочки от 10 до 17 лет русские солдаты их насилуют вскрывают им животы разрезают чтобы вы понимали вырезают им органы это уже знает весь мир а вы просто до собак убивают а вы нас просите меня помощь я дала глазки видите ли вашей собаки нужна помощь в прошлой жизни я бы вам помог вы знаете никогда никому не отказывал но так как сейчас война вы думаете в россии понимаете сидите вы думаете как собаку спасти а мы думаем как помочь нашим детям изнасилованным когда насиловали маленьких девочек они сажали их мамы завязывали руки чтобы они смотрели да ты представляешь а вы просить а вы просите просите просто о том чтобы мы помогли на собирать ваши собаки на лечение у нас дети умирают у нас голодные люди под завалами у нас десятки сотни тысяч людей уже умерли народа нашего украинского народа где нет сейчас даже огласки никто об этом не говорит чтобы не делать никакой паники а вы говорите вам вам надо собаку вашу вылечить я понимаю вас да вас болит сердце за животных но не в этой жизни не в это время поверьте я ни с чем вам не смогу помочь и помогать вам не буду в моей стране умирает народ мы ищем каждую копейку друг другу помогать вы посмотрите что творится вообще в нашей стране хотя тут все зомбированные уже там половина у вашего народа зомбирована и половина неадекватных и она практически не понимает да да мы сами себя завязываем руки сами себя убиваем а некоторые из нас еще воскресают сами чтобы вы понимали да и мы сами себя я не знаю вешаем там сами себя насилуем представляете сами себя дети сами себя насилуют короче да сами себя еще закапываем а некоторые еще могут откапываться короче лишь тогда да вот такие мы вот сами себя думайте головой не просите пожалуйста помощи не обращайтесь ко мне вообще больше у нас другая да у нас другая ситуация у нас есть кому помогать нас дети блин остались без родителей у нас на спинах деток маленьких родители пишут свои номера телефонов и пишут свой адрес вы понимали потому что в случае чего если родители умрут или если их там убьют или где-то они пропадут без вести понимаете чтобы хотя бы уже знали каково искать и кому принадлежит этот ребенок чей семье чтобы его не потерять на спинах детей пишут номера но это концлагеря уже понимаете не просите никогда помощи забудьте вообще мою страницу не пишите мне о таком помогите моей собаке или помогите там моему ребенку вы находитесь там вы спите в тепле а мы вынуждены блин а ночевать в подвалах наш народ и и народ лишился своего народа своей страны и кочуем как я не знаю кто спасибо